Мехмат Участие КФУ в российских и мировых рейтингах – одна из самых обсуждаемых тем в университете. Большая работа в ВУЗе ведется и по внутриуниверситетскому рейтингу. Дискуссия на эту тему заняла значительную часть прошедшего ректората Казанского федерального. Подробности в нашем следующем сюжете. Очередное заседание ректората КФУ началось с более чем позитивной новости. 15 магистрантов университета стали победителями престижной стипендиальной программы Владимира Потанина. Заслуженные дипломы молодые исследователи получили из рук ректора КФУ Ильшата Гафурова, который отметил значимость этой программы. Затем члены ректората перешли к главной повестке дня – внутриуниверситетскому рейтингу. Доклад на эту тему подготовил проректор по стратегическому развитию Марат Софиулин. Он отметил, что система расчета баллов не претерпела значительных изменений. Единственное, что есть новое – это наличие стратегии развития, поскольку в соответствии с действующими законодательствами и нашими планами необходимо было разработать в установленной форме стратегию развития и дать предложение по научным прорывам. Все пункты расчета были легко измеримы, однако конечные результаты все равно вызвали немало споров среди собравшихся. Ильшат Гафуров дал еще 20 дней на устранение недочетов. Тема весьма острая, ведь от этого зависят премиальные сотрудников университета. Далее слово взяла региональный директор компании КЮС по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. Она единственная россиянка в составе компании и лично заинтересована в том, чтобы наши вузы получали максимально объективные представления о продвижении в рейтингах. Слушателям она рассказала обо всех подводных камнях участия в рейтингах и точках роста Казанского и Федерального. Надо сказать, что за последние пять лет успех университета в исследовательской деятельности набирает все больше и больше веса. Соответственно, наша с вами задача достойно и интересно, завлекательно показать на своем сайте все возможности, которые университет представляет для развития карьеры не только в бизнесе, предпринимательстве, госструктурах, но и с точки зрения исследовательской деятельности. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Чума, или как ее еще называют, черная смерть, в средние века выкашивала целые города. Сегодня такой сценарий, конечно, сложно представить, но держать ухо во строй не помешает. И вот почему. В далеком 1947 году человечество сумело победить одну из самых страшных инфекций в истории – чуму. Тогда советские врачи впервые применили при ее лечении антибиотик стриптомицин. Результаты лечения оказались более чем обнадеживающими, но интерес к черной смерти не угасает и по сей день. Ученые из всего мира пытаются восстановить ее исторический путь. Существенного успеха в этом добились ученые КФО. Ими были обнаружены следы средневековой чумы в России. Генетический материал штамма, который мы обнаружили в Булгарии, на сегодняшний день является первым известным прямым родственником современных штаммов чумы. Но, возможно, в перспективе в ближайшем будущем будут найдены и другие родственники, так называемые. Но вот пока наш первый обнаруженный. Исследование группы молодых ученых КФО позволяет говорить о том, что натворив дело в Европе, чума двинулась на восток, через территорию современной России. Достигнув Китай, бактерии чумы вызвали третью по счету глобальную эпидемию. И в конце 19 века вновь распространились по всему миру. Таким образом, бактерию из Булгара можно по праву назвать прародителем современных возбудителей. Но чем же это может быть полезно сегодня? Мы можем выявить какие-то механизмы эволюции, как изменялись эти микроорганизмы в процессе своего развития, развития человеческих популяций, как они взаимно приспосабливались друг к другу. И, возможно, используя полученные данные, мы в будущем сможем предсказывать поведение, прогнозировать какого-то рода вспышки крупных инфекций. НИУ, палеоантропологии и палеогенетики существует всего несколько лет. Но благодаря проекту по поиску штаммов чумы о молодых ученых КФ узнали по всему миру. Правда, одной чумой интересы палеогенетиков Казанского федерального не ограничиваются. Провести аналогичные исследования туберкулеза и сифилиса. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюс. Дети из ансамбля «Бисеринка», оказавшиеся в эпицентре терактов Турции, вернулись в Татарстан. Организовать эвакуацию детей из атакованного террористами аэропорта, разместить их в гостинице и отправить домой в Татарстан помогла слаженная работа МИД, МЧС, полномочное представительство Татарстана в Турции, органы власти Татарстана и России. В настоящий момент в столицу Татарстана съезжаются руководители и журналисты областных, республиканских, городских и районных средств массовой информации для участия в шестом форуме национальных и региональных СМИ. Делегатами форума станут 250 человек, сообщают организаторы. Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан создала официальный аккаунт в социальной сети Instagram. Теперь фолловеры аккаунта смогут ознакомиться с деятельностью комиссии, быть в курсе избирательных кампаний, проводимых на территории Татарстана. Представительница Татарстана Елена Бахтурова завоевала бронзовую медаль в трапе в первый день розыгрыша четвертого этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Спортсменка в квалификации поразила 55 мишеней из 75, а в полуфинале выбила 8 из 15. 27 июня в Казанском федеральном университете стартовала международная конференция по алгебре, анализу и геометрии. 28 июня успешно прошла акция Казанского федерального университета «Ночь науки». Ученые КФУ вышли из аудитории в народ для передачи своих знаний. Они плакали и смеялись, пожимали друг другу руки и давали клятву встретиться вновь. Этот день навсегда останется в их сердцах. Что произошло? Скорее смотрим! Мир продолжает получать новых специалистов в лице выпускников Казанского федерального университета. На этот раз, вооружившись своими первыми дипломами, в свободное плавание и в новую жизнь отправились выпускники Мехмата. Директор института не скрывает, что доучиться до конца – это еще одна монетка в копилку личных достижений каждого. Есть такая песня, называется «Осень». Так вот, есть такая фраза, что «Доползти бы до рассвета», «Доползти бы до окончания Мехмата». То есть они четыре года изучали самую трудную науку в мире, самую трудную, поверьте. И то, что они доползли до конца, до диплома, это говорит об очень многом. Это значит, что эти люди, во-первых, могут учиться, а во-вторых, у них есть мозги. А эти два качества, они необходимы для как раз той самой успешности, которую сейчас так ценят. Сами же выпускники и не скрывают, что получение диплома – это знаменательное событие в их жизни. Ведь знания, которые были приобретены за годы обучения, для многих решит их профессиональный рост. Большинство, еще будучи студентами, начали пробовать себя в профессии. Но, тем не менее, каждого переполняет приятное волнение. Ну, я чувствую радость и облегчение, конечно же, то, что прошли такой путь, это было сложно. Как-то на первом курсе не представлялось, что будет все так, но теперь ура, мы бакалавры. Было очень тяжело, и мы рады, что преодолели эту ступень в своей жизни. Мы давно уже занимаемся и параллельно и бизнесом, и работаем, и состоим в общественных организациях, и не так давно, год назад уже и баллотировались также в депутаты. То есть, все можно, все успеваешь, если это самое главное, чтобы было желание. Буквально недавно юные специалисты только подавали документы и с особым вниманием выбирали свою будущую профессию, сдавали свою первую сессию. А теперь они выпускники КФУ. Чтобы как следует попрощаться со студенчеством, дело осталось за малым. К математикам и механикам Казанского федерального приближается долгожданный выпускной вечер. В Татарстане завершилась 19-я спартакиада вузов Татарстана. Поволжская академия третий год подряд становится безоговорочным лидером спартакиада и не собирается останавливаться на достигнутом. 19-я спартакиада вузов Республики Татарстан собрала в завершающемся учебном году 6 тысяч студентов из 24 образовательных организаций. Соревнования прошли по 32 видам спорта. Поволжская государственная академия, появившаяся в Казани всего 5 лет назад, в очередной раз показала отличные результаты в соревнованиях и одержала победу в 19 видах спорта. Спорт, он очень популярный среди студенчества, причем с каждым годом количество растет, надо сказать об этом. И безусловно, вот вовлечение студентов в спортивную среду, это очень важная составляющая формирования их как будущих специалистов, как специалистов, которые войдут в отрасль народного хозяйства крепкими, здоровыми физически. Естественно, это их занятость, времени, то есть это очень полезно во всех смыслах. Поэтому, безусловно, мы и дальше будем поддерживать. Сегодня никакой речи не может быть о сокращении количества вида спорта в Спартакеаде. Наоборот, мне кажется, надо смотреть, расширять этот спектр. Министерство спорта Республики Татарстан выделило студенческим лигам общий призовой фонд в размере 4,5 миллиона рублей. Каждая из команд, призеров и победителей получила сертификат на спортивный инвентарь и экипировку. Задачей правительства Российской Федерации в программе развития физической культуры и спорта поставлена такая задача, как к 2020 году 80% студентов России должны активно заниматься физической культурой и спортом. Это очень высокий показатель, как можно активно заниматься. В том числе участвуют в таких мероприятиях, как спартакеады вузов, лиги различного рода. Безусловно, мы должны активно представлять и студенческую среду нашу, республиканскую республику достойно представлять в этих соревнованиях. Нам очень интересно в этой студенческой среде соревноваться. На этом же строятся и отношения, укрепляются связи между вузами. Это очень важно. Регина Фухрудинова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Закончился первый месяц лета. Все студенты разъехали, составив лекции и пары. Куда все уехали? А я скажу, в Уфу. Да, да, ведь там на днях завершился международный фестиваль студенческой весны стран БРИКС и ШОС. Как это было, расскажем далее. РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА В Башкортостан прибыло более тысячи студентов из 17 стран мира, чтобы принять участие в международном фестивале. На фестивале молодые специалисты делились опытом международного сотрудничества. На медиавесне говорили о проблемах молодежных СМИ. Здесь же прошел проект «Универведение», где представители России, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Армении и Индии состязались в вокальных талантах. Красоту и талант молодежного творчества стран БРИКС и ШОС смогли увидеть и активисты Татарстана. Ведь в свое время студенты показали себя как дружная команда, способная на качественную организацию подобных мероприятий. Мы съездили в Уфу с делегацией от Татарстана, мы представляли нашу команду российско-студенческой весны и помогали организовывать международную студенческую весну стран ШОС и БРИКС, которая проходила в Уфе. Эти пять дней мы занимались помощью в организации мероприятия, работали с почетными гостями, встречали. Было интересно посмотреть на победителей конкурса. Это были девушки из Казахстана. Они очень хорошо пели, главное, русскую песню, что удивительно. Ярким финалом международной студенческой весны стал конкурс красоты, грации и артистического мастерства «Королева весна-2016». Как признаются организаторы, международный фестиваль стал эффективной информационной площадкой для развития культурных и дипломатических связей между странами ШОС и БРИКС. На сегодня это все. Несмотря на прошедший месяц лета, все самое интересное еще впереди. До скорых встреч!